Мы с вами сегодня продолжим переводы Шарей Чува, урок посвящается Я хотел сразу сказать, на предыдущем уроке я немножко ошибся, когда я увидел цитату Гра, похожую, какого-то Гаона из Вильнюса, как мне показалось, это может быть Гра, а может быть нет. Это была цитата Шарей Чува, цитировал Бирке Йосефа, хайма Йосефа Давида Азулай, Хида. Я тогда подумал, что Хида умер достаточно рано, что вряд ли он мог цитировать молодого Гра, еще малоизвестного. Я таки был неправ, Гра умер раньше и даже уже был напечатан в Шухонарух частично, начался печать комментарий к Шухонаруху Гра вскоре после его смерти к Орахаем секции. Поэтому хотя бы теоретически Гра мог бы цитировать, хотя бы теоретически Хида мог бы цитировать Гра вроде бы. По времени это не противоречиво, но на практике кажется это не так. Я даже нашел обсуждение на интернете после этого, когда стал искать, целое обсуждение в блоге по Оцера Хохма, почему Хида никогда не цитирует Гра. Но во всяком случае, они были примерно в один период времени и Хида чуть-чуть мог, да, какие-то из писаний Гра он мог увидеть. Наверное, уже не когда он писал Беркиосеф, правда. Но здесь в любом случае была цитата не какого-то писания, а просто какого-то Псака в Вильнюсе в отношении к Тахануну в день Бритмилы. Поэтому это теоретически мог бы быть Гра. Я спросил еще одного человека, который в таких вещах разбирается, еврейского историка, он считает, что это не Гра, какой-то другой Гаон. Ну, во всяком случае, перейдем к следующей главе. Кстати, тот факт, что Шарий Чува, который немножко позже еще умер, чем Хида, он уж точно мог бы цитировать Гра. Я не знаю, когда именно он закончил писать свою книгу и какие части. Во всяком случае, кажется, и даже он Гра не цитирует. Может быть, писание Гра и его влияние распространилось позже уже. Итак, глава Куфла Медбет, это уже заканчивается утренняя молитва, потом был закон изучения Торы, чтения Торы в синагоге. Это как раз у Шарий Чува нет вообще там комментариев, потому что один из двух братьев уже написал целую книгу Шария и Фраем, которая только занимается законами чтения Торы, как мы увидим. Поэтому там вообще нет у Шарий Чува. Итак, значит, последняя глава здесь Куфла Медбет, Шнаим. Это идет к словам, что не следует говорить вдвоем то, что по-рамейски в Кедуше, да, что то, что на иврите говорят вместе, а вот то, что по-рамейски, наоборот, вы уже по отдельности говорите. И на это он пишет, что из книги Каванота Ризаля, то есть из главного писания Ризаля, да, Шара Каванот, выглядит, что это не такая уж большая проблема, да, то есть то, что не говорят обычно громко все вместе, но если ты скажешь вслух, а не шепотом в этом проблемы нету. Просто идея по Зогару, что вот именно ту часть, которая по-рамейски, каждый произносит сам. Ну, нельзя это произносить именно шепотом. Еще пишет, что Абударгам написал, что также посук Хашем Емлох Леолам Ваед тоже следует говорить тихо. Теперь на слова Алейну он говорит, смотри в Бер-Хейтебе, еще в какие-то книги. И вообще известно, что Алейну не сразу установили после утренней молитвы, еще Рамбам, например, это не упоминает во время Бенезра, еще не было принято говорить Алейну после каждой утренней молитвы, а уж тем более после Минхи Арвита. Но вот Ризаля, он подчеркивает, что нужно после каждой молитвы говорить Алейну. И еще здесь диспут, говорит ли Ве Алькен, то есть второй параграф Алейну начинает ли с буквы Вав. Алькен или Ве Алькен. Так Шарий Шува, похоже, склоняется, что Алькен более правильно. Сегодня, насколько я понимаю, в ашкеннадских секторах написано Алькен, а у хасидов говорят Ве Алькен. Я не знаю, может быть, есть еще различия в каких-то отдельных группах. Окей, следующее у него очень длинное обсуждение про Кадыш. Дело в том, что в старые времена не говорили Кадыш одновременно больше одного человека. Не как сейчас принято, что в Юнисон говорит в общине сразу несколько человек, все, у кого исхил. Поэтому они бросали там жребий, решалось у кого-то, так сказать, большие права. И это все было очень сложно и запутано. И поэтому сейчас уже давно обычаи везде, что Кадыш говорят все, кому нужно, и стараются говорить одновременно, чтобы не наступать, так сказать, друг от друга, не получилось как Афония, что каждый со своей скоростью говорит. Пытаются держать примерно одинаковый темп, хотя это не так просто. И бывает действительно, что в одной синагоге разные люди говорят, Кадыш с разной скоростью, и тогда пытаемся ответить на все на них, в принципе. Если один закончил немножко раньше, другой немножко позже, то на каждого отвечаем. Но если они близко друг к другу заканчивают, да, кидай дибур, там, в течение пары секунд, тогда можно ответить один момент, скажем, на оба. Но, во всяком случае, все вот эти жребия и все их рассуждения, у кого есть права, у кого нет прав, это я все пропущу, потому что сегодня это не имеет злового отношения. Хотя это может иметь отношение, если несколько человек хотят каждый быть хазаном именно. Сегодня, да, если Кадыш гад одновременно, но все равно есть еще одно, что люди хотят обычно в день Йорцайта, например, и также в течение 11 месяцев после смерти родителя, а именно быть посланником общины и повторять шмонеэсры громко. И вот здесь как раз в шаях до сих пор разные варианты, когда больше одного человека хотят. Но все равно я не буду подробно обсуждать все тут его. А, кстати, в Бергейтеф здесь вообще, в Бергейтеф, что нетипично, гораздо длиннее, чем Мишнабрура. Заметьте, вот на следующей странице. Обычно Мишнабрура гораздо больше пишет, чем Бергейтеф, а вот здесь Бергейтеф как раз очень подробно все такие вещи обсуждает. Очень много вопросов, связанных с этим. Итак, следующее. Насчет Питумакиторет. Говорит Рома, что следует Гетейтеф, ну Макеторет, Эрэф Вабокер. Пишет на это Шар и Чува. Эрэф здесь не имеется в виду ночью, разумеется, а имеется в виду минху. Значит, он пишет, что Написано, что А то, что говорит сначала, мы говорим Энкелокейну, Энкадунейну, да, перед Питумакиторет, читают вот эту молитву. Причем здесь эта молитва. Он говорит, что это потому, что так как Киторет приводит к богатству, считается, Хазар считали, во всяком случае, приносить сам Киторет, считал, что кто-то приносит Киторет в храме, он до Сегула стать богатым, поэтому не бросали жребий между теми, кто еще ни разу не приносил, чтобы дать им возможность принести Киторет хоть раз в жизни. Так вот, чтобы мы не подумали, что мы, так сказать, собственной силой станем богатыми, поэтому говорим Энкелокейну, Энкадунейну, нет подобного Всевышнему, только от него зависит наше богатство. Мне кажется, это очень странное объяснение, очень натянутое объяснение, почему молитва Энкелокейну попала перед Питумакиторет. Это во второй части молитвы. Питумакиторет утром еще произносит дважды. Вначале молитвы вместе с остальными карбонотами, потом в конце. Второй раз, когда в конце произносят, говорят Энкелокейну. Но будь ни ашкиназм, большинство не произносит это все, кроме хасидов. Еще, говорит, в Северокаванот написано, что они там оторезали, да, Рабишмуль Виталя, сын Рабиха Виталя, оторезали, что бейн беседер Хазмирот, бейн ахар Техилоли Давид, бейн кода Маминха, йомер ата-ху, ха-шэмалакейну, ша-иктиру, и так далее. Что правильно, Нусах, ата-ху, ты-он, дословно, да, во втором и третьем лице одновременно. Как-то перед тобою наши предки приносили киторит. И также написано в книге Орд Садиким. И еще говорит, что каждый раз нужно говорить после этого три раза, га-шэм цивако-тэ-ману, да, га-шэм цивако-тэ-шэя-дамба-тэхба, га-шэя-гамел-хэ-нэйну. Эти три стиха считаются по Иерушалми, что их стоит произносить в разных местах молитвы. Вот вы видели эту коллекцию из трех стихов, мы говорим подряд, но причем принято еще и говорить их три раза. Кажется, в оригинальном источнике про три раза не написано, а так почему-то цитируют. Три стиха, и каждый говорит три раза. Он говорит, что и после киторы тоже следует поговорить здесь. А после этого никакие другие стихи не говорить, только вя-рва-ла-шэм, да, чтобы было приятно Всевышнему. Наша Минха – это стих из Малахи в конце. Не в конце, а одна из хавтор, кстати, с этого начинается. Хавтора Большой Субботы, так называемой, перед Песахом. Это тоже попало в разные молитвы этот стих. Очень подходящий стих, что мы молимся, чтобы Всевышний сам храм дал отстроить, и тогда будут настоящие приношения, как в старые времена. Игорь, смотри, вопрос из-за этого беда Ефраем. Насчет Нусаха раз в 60-70 лет у них скапливалось достаточно киторит, которая оставалась после Йом-Кипура. Дело в том, что Йом-Кипур, Коин-Гадор, брал только пригоршню, правильно? Поэтому все оставшиеся они просто накапливали, и потом раз в 60-70 лет у них было наполовину достаточно, что уже можно было киторит сделать двое меньше. Так все эти брайты, это в том числе Масахат Критот у нас в Талмуде, они попали у нас, соответственно, в Седер Молитву. Мы все это произносим, да, разные детали про киторит. Но есть другой вопрос, как можно за 60 лет, чтобы столько скопилось? Даже если бы Коин-Гадор вообще ничего не брал в Йом-Кипур, все равно там за 60 лет не скопится. И вот он обсуждает этот вопрос. Получается, один из двух братьев, основной автор Шарль-Шуа, как я сказал, это второй брат, но и Бет-Эфраем, Рабет-Эфраем Зарма Мангулиас тоже написал части этой книги. Он цитирует, получается, себя же или своего брата насчет этого вопроса. Нас 60-70 лет. Уже Тософот его коснулись. Дело в том, что годы-то у нас лунные, одни длиннее, другие короче, зависит от того, если лишний аддар. А вот киторе делался всегда одинаково. Там было 368 маны, 365 для дней года и 3 для Йом-Кипура. Получается, что в разные годы могло действительно попасть, что будет больше или меньше. Если, например, пара невысокосных лет попала, то будет много оставаться лишнего. Хашир. Дальше, значит, говорят про песню, которую илевиты пели. У Скиназима говорят после Алейну, поэтому здесь так Рыма это написал. У Сифардима и у Хасидов говорят шир до Алейну. Вообще порядок Иризаля. Получается, что всегда молитва построена очень красиво. Сначала вверх идешь, каждый раз сопротив следующего мира, а потом вниз. Поэтому шир там сопротив суки де Зимра, оно до Алейну. Алейна это самый конец, как бы, когда все уже, да, все, это запечатывание всей молитвы, как бы, весь свет спускается во все миры, молитва Алейну. Поэтому шир идет до Алейну. Шир, потом киторец, сопротив карбонол, которые были в начале, да, все симметрично. А потом уже Алейну. Но вот здесь описывает Рыма порядок, который Ашкеназим, соответственно, шир, который писает, который говорили левиты в этот день, его читают, наоборот, после Алейну. И после него Кадыш Етон, так называемый. Кадыш, который говорят те, у кого нет родителей. Здесь он ничего не пишет, просто пишет какие-то источники посмотреть в разных вопросах и ответах, в том числе Бет Эфраим тоже. Окей, следующее. Меумад. Это его слова, что пишет Шухонарух, что в дни, когда говорят дополнительный тахануньем, да, то есть понедельник и четверг, следует их говорить стоя. И тот, кто не говорит их стоя, он считается овер, порец гедр, да, как будто сломал забор, то есть поступил неправильно, если он не стоя читал, читал таханун. Так он пишет на это То, что тот написал от имени Шарик Неста Гдула. А именно, что он тут пишет. Бер Гей Тев весь, я прочту на этот отрывок. Меумад. Векель эрехапаймихнейши еш бо хатану, вивидуй, да, так как эти все части тахануна включают и признание грехов, то, соответственно, говорят это стоя. Ви им си ем, ви урахум, кодем ваш лихцебур, ям цин, им ви урахум, им рахум и ханун аля шатс. Он хочет сказать для шкенази, который сначала читает вот эту длинную добавку в понедельник и четверг, а потом уже сам псалом главный, который считает время тахануна, что он считает, что если ты закончил раньше хазана, лучше подождать хазана и всем одновременно говорить главную часть тахануна сидя, да, облокотившись сидя, чтобы вместе, как говорится, нофель и мован, пады, это называется. Пады, как я говорил, раньше это делали, действительно, прямо лежа, пады, упав ниц. Сегодня так не делают, но в любом случае вот эту молитву все говорят одновременно. Это все шарик нестагдула. И на это пишет шарик шува, что сегодня такого обычая нет больше. Хаидна эйнрох цибур мамтянина аля шатс. Коли хадно фель бешаа шагамар. Каждый в наше время, когда закончил гетвю урахум, тогда и говорит ту часть тахануна, которую сидя говорят, не ждет посланника общины. Вейн ли ахид ли имтин аля шатс. Нет смысла ждать посланника общины. Все равно никто другой его не ждет. В смысле, что если бы все ждали, то в этом какой-то был бы смысл, что все одновременно. Но если все остальные все равно не ждут, то какой смысл одному человеку ждать? Наоборот, этим будет больше хефсек. Лучше ему не прерываться так сильно перед тем, как он скажет на фиотопаем, вот эту часть псалом, который сидя говорят, облокотившись на руку, наклонившись на руку. Потому что считается, что нужно говорить его сразу после шмоны эсры, что у меня было хефсека. Но вигурахум для тех ашкиназим, кто сначала вигурахум говорит, это не хефсек, это часть того же тахануна. Но все остальное, если бы просто сидеть и ждать, или стоять и ждать, это не стоит. Даже в наших странах, что мы все равно говорим его урахум, все равно больше хефсек не требуется делать. Я уже говорил, что сефардим и хасиды, они сразу говорят, именно по этой причине, чтобы не было хефсека, сразу говорят на фиотопаем, сразу говорят псалом, который говорит сидя. Ашкиназим, включая большинство хасидов, говорят один псалом, а сефардим и хаббат хасиды, говорят другой. Вот тот, который сефардим и хаббат, говорит, он в Захаре упомянут, 25-й, по-моему, псалом, там мамыша упоминается мусирутнефеш, что человек как бы дает, элеха ашем навшиеса, я свою душу тебе Всевышний как бы даю в каком-то смысле, да, это мусирутнефеш, это вот очень опасно считается, поэтому большинство воскинавшим это псалом не говорят. Может, как говорит Резаль, даже застрять там душа, если человек не искренне это говорит, то может в результате стать еретиком, Хас Вишал, он говорит, что один из людей, который мудрец, который в результате стал, пошел против других мудрецов, да, и стал еретиком, было из-за того, что он Даханун не очень искренне говорил, и вот душа в результате стала в нехорошем месте, поэтому люди боятся говорить, а поэтому, кстати, сифарди мне падают вообще во имя Дахануна, просто сидя говорят, но не облокотившись тоже, чтобы не делать как бы мусирутнефеш. Окей, последний здесь шаритшуа, визот, это насчет того, что когда показывают сифертуру, говорят визот атура. Айн биберки йосеф, бешем тшуват балькнестагдула, шемутор лумар визот атура, бьемца эмитвия циф. Он считает, что даже если человек в этот момент читает эмитвия циф, даже в благословениях шма, он может прерваться, чтобы искать визот атура, если в этот момент показывают тору. Это очень странный псак, на мой взгляд, кодом Шраха Даша. Что если не дошел, что до Шраха Даша, он считает, что можно прерваться. И царих Илн визу, он говорит, что это странно, он тоже говорит, что царих Илн, это обычно знают, когда не уверены в этом псаке. Мне кажется, что вряд ли таков Минхак, чтобы прямо-таки прерывать брохи шма, и тогда можно и само шма, получается отрывки шма, параграфы шма, кроме самого первого псука и второго, все остальное прерывать, чтобы только показать на тору. Неужели показать на тору так важно? Вряд ли. Это же не два шабих душа, как ответить на кадыш или на кедушу. В любом случае, больше, чем этот стих, нельзя говорить, только визот атура. Это тора, который дал Моше перед детьми Израиля. Еще говорит, что это хотя бы не прерываться посередине какого-то иньяна, какой-то темы. Emotionally Marley Command, что в случаях, когда, если, допустим, человека вызвали к торе, когда он читал брохи шма, то хотя бы, если по-другому невозможно, это те, кто разрешают выйти к торе, хотя бы постараться закончить какой-то иньян, то есть в этой брохе закончить до ближайшего темы, не посередине прямо предложения или фразы прерываться. Так же и здесь. Так вот дальше он пишет, как я уже сказал, что по всем законам изучения чтения тора в синагоге, он пишет, что говорит, что отсюда и дальше все эти законы обучения тора до главы Куфнун, не изучение, чтение тора, извиняюсь, чтение тора в синагоге, имеется в виду, что все эти законы до главы Куфнун ты найдешь, как следует, объяснены уже в книге Шар-Эфраем. Это, как я сказал, либо он сам бы его брат завезли, с того, кто писал вот эти конкретные слова, скорее всего, если писал стандартный автор, тогда значит, это его брат Шар-Эфраем написал. В любом случае, он решил ничего не добавлять и уже достаточно там объяснено. И комментарий к нему бит хей Шарим. И на этом я тоже закончу, хорошее место прерваться, а дальше, я думаю, мы, скорее всего, с вами перейдем к, может быть, законам трапезы. Не все законы перевожу в его комментарии от Шар-Эфраем. И урок посвящался. Рефо шлема, ля слаха бихонимшель, хадаса бата хуба, ля холис рай.